всем доброго здравия дорогие друзья хорошего настроения ну и приятного просмотра приехал сегодня на реку чтобы половить немного яльца на лудочку на поплавочную ну и заодно расскажу вам один простой дедовский способ того как крепить снастку к кончику удилища крепление снастки к кончику удилища происходит посредством выхода таких вот кембриков то есть один я надеваю получается мы шестик проталкиваем дальше затем накручиваем леску кончик аккуратно вот таким образом все леску я накрутил и на кончик я его снова кембрик все таким способом у меня дед рыбачил когда не было никаких коннекторов отец всю жизнь прорыбачил ну и я рыбачил значит основная основная положительная сторона такого крепления это то что допустим когда вы удочку поднимаете вверх то у вас уже коннектор он бы мог расцепиться понимаете здесь ничего не будет плюсом ко всему не надо никакие коннекторы клеить на кончик удочки и плюсом ко всему вы всегда можете снасть переоборудовать в снасть для ловли кивком очень простой способ очень легкий удочку не утяжеляет никаких изменений в конструкции нету служит долго счастливо и надежно вытаскивала я с таким способом значит рыбу крупную рыбу разную и щуку и головля и крупного леща ничего не делается ничего не происходит то есть вот основной способ которым я креплю все свои снастки кончика еще одним очень важным элементом всей оснастки является поводок то есть у меня идет видите основная леска идет сейчас 0,12 к ней я привязал поводок диаметром 0,1 миллиметра то есть если я зацеплюсь где-то со что-то за какой-нибудь камень то я оторву только поводок а вся остальная оснастка у меня останется цела так что возьмите себе на вооружение цеплять поводочек тут тут петля в петлю к своей леске и это сохранит вам в некоторых случаях всю оснастку поймал я ребят немножко рыбки в общем на малинку рыба совсем не хочется клевать вот сосед у меня ловит подсказал на пустышку пустышку с бусинкой силиконовой переделаем снасть и будем дальше продолжать ловить и 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 Спасибо. Еще один не крупный. Ну что, дорогие друзья, давайте потихонечку подводить итоги. Значит, я сегодня поймал вот такое вот количество рыбы. Здесь ельцы в перемешку с лотвой. Сначала у меня совершенно никак не получилось подобрать ключик к рыбе. То есть поклевки были, но их было очень мало. Однако ключик к рыбе я все-таки нашел. Сработала у меня очень хорошо мормышка с подсадкой красной силиконовой бусинки. Самый основной момент в этой рыбалке с таким шариком, это надо максимально быстро сделать подсечку. Как только поплавок дергается вниз, сразу же надо моментально подсекать. Потому что у вас есть буквально секунда времени для того, чтобы опередить рыбу перед тем, как она выплюнет мормышку. Для меня было очень необычным то, что рыба отказывалась в первой половине дня клевать на мормышку с подсадкой мотыля. А давала предпочтение именно маленькому такому красному силиконовому шарику. То есть по сути дела я могу просто взять какой-нибудь красный твистер, разрезать его на маленькие кусочки. И вообще больше никогда не хотите не покупать малинку. Но это конечно скорее всего не так. Потому что сегодня клюет так, завтра клюет по другому. Однако вот век живи, век учись. Дедовский способ крепления снасти к удилищу я вам показал. А также действенную оснастку я вам тоже рассказал. Ну и на этом разрешите мне выпустить в родную стихию всю свою пойманную рыбу. И откланяться домой.